Дальше. Тут вопрос не в Азербайджане, тут вопрос в том, что уроки УНР 17-18 года до сих пор не выучены. До сих пор не выучены. То есть, напоминаю... Кольцо фронтов. Да, до сих пор не этот. Вот когда Петлюра сносил Карапацкого на идеологических разногласиях, что он оказывается там за буржуев и все остальное, мы левые такие красивые, да, потом Драпов, кстати, потом убежал в Париж, кстати, да, а вот эти одноклеточные имбецилы, которые бегали за ним, кто выжил в подвалах Лубянки, либо то, что там расстреливали большевики потом, потом жрали детей своих в Голодоморе, кто выжил и это, потом дохли уже в советской армии, потому что их мясные штурмы бросали и все остальное. В то время как большевики, которые вообще не парились ни по поводу чего, потому что у них была задача решить вопрос с захватом самой развитой промышленной территории Российской империи, которым на то время был Донбасс. Посмотрите, откройте карту концентрации промышленности Российской империи на то время и увидите, какая концентрация именно Донбасса и все остальное. Для решения этих вопросов они переступили через себя, взяли царских генералов, которых в принципе ненавидели, называли их золотопогонниками и всем остальным, Брусилова сагитировали. Брусилов, который вот известный прорыв, который он сделал, он служил в большевистской армии. Они не парились, потому что они понимали, что им специалисты нужны. Генерал Боныш Бруевич, брат этого Боныш Бруевича. Да, да, потому что они понимали, что им нужно решать вопросы. Входили в союзы того же Невстера Махно. Взяли и пошли в союз, потому что видят новая тактика, боевая армия. Он помог им Крым забрать, они его потом... Ну не, он успел тоже убежать, кстати, остальных просто расстреляли. Ну или все помнят Брест кемил, а был еще договор в Рапало, который был подписан в 1922 году с Германией, с которой воевали. И был подписан таким образом, что он по сути разорвал дипломатическую блокаду со стороны стран Запада. Да. И Германия, причем это сделала и Советская Россия. Для чего? Для того, чтобы выйти на оперативный простор. Конечно, потому что была система, было понимание, что нужны ресурсы, договариваться с кем нужно для того, чтобы определять приоритеты для себя, строить эффективный государственный аппарат, искать оружие где-то, для того, чтобы решать вопросы, которые нужно было для решения, для победы. И когда у нас выходит на абсолютно такую, я не скрою своего отношения к этому, идиотическому инфантилизму детскому, ну, я тогда предлагаю вам дальше пойти, послать вот проклятие в адрес Нидерландов, потому что Нидерланды дали нам F-16 первые, да, а причем Нидерланды являются, и кто не знает, но фактически мягким офшором для российских энергетических компаний. Посмотрите, где они все зарегистрированы с удивлением, да.